приветствую всех товарищи с вами shadow master и мы начинаем цикл обучающих видеороликов о том как правильно играть или корректнее легче играть в астальгию начнем конечно же с гдр потому что гдр это база и все это понимают но сначала проведем не краткий ликбез и если кто его не хочет слушать то перематывайте на ровно пять минут мы не будем разбирать политику спортивные достижения качество армии работу спецслужб ключевые сирийские события и тому подобное эта информация весьма объемная мало информативная и более или менее расписано вывинутых ну и плюс не хочется половину ролика занимать теоретикой так что перейдем к делу гдр или же германская демократическая республика это самая развитая богатая успешная и ставьте сюда любой хороший синоним страна соцлагеря она занимала 6 место в европе по объему промышленной продукции а по машиностроению пятое место в мире имела высокий и устойчивый экономический рост в диапазоне 3-5 процентов в 70-х и 80-х годах прошлого столетия с 1971 года среднегодовой темп роста валового национального дохода составлял более 4 и 6 процентов десятилетиям ранее ежегодный рост национального дохода составлял около пяти процентов а темп роста производительности труда 6 процентов у страны был хороший кредитный рейтинг который позволял получать большие кредиты от западных организаций даже в конце 80-х в отличие от стран в источной европы к сожалению они редко использовались для инвестиций и покупки технологий чаще всего их использовали для потребления поэтому неудивительно что гдр была лидером по импуту западных товаров после советского союза среди стран сев в послевоенное время ввп гдр рост немного быстрее в западной германии впрочем обоих стран он стал около пяти с половиной кратного роста к 1990 году на момент разделения германии в гдр натуши населения был ниже западного соседа в 2 и 7 раза а к 1989 году показатель составлял уже 1 и 8 и был равен 12 с половиной тысячи долларов сумма внешнего долга колебалась в пределах 15-25 миллиардов западногерманских марок экономика являлась преимущественно централизованной плановый присутствовал небольшое количество частных предприятий закрепленные в размере 5 процентов от всех предприятий но в 1972 году и они были национализированы при этом государство поддерживал мелких ремесленников и кустарей допускалась частная собственность на землю не более 100 гектаров но их доля в общем выпуске сельскохозяйственной продукции не превышала 5-15 процентов в государстве было несколько форм собственности но за исключением социалистической они не имели большого значения социалистическая собственность подавлялась на народную или же государственную и корпоративную соотношение форм собственности и число работающих в них людях менялась в сторону под контроль на государство на 1989 год 80 процентов людей работала на народных предприятиях 15 процентов корпоративных и немногим более 5 процентов частных красивые цифры кстати говоря ну и конечно же не будем забывать о внедрении автоматизации и ряда методик схожих с методами японского бережливого производства автоматизация началась еще при ульбрихте но главным идеологом стал хоники в игре к моему сожалению невероятно плохо расписана история автоматизации несмотря на то что в реальной жизни она имела огромное значение и позволила интенсивно наращивать выпуск электроники автомобилей в условиях сильного сокращения населения за это хочу сказать хоникер спасибо лично от себя его работу по внедрению автоматизации можно сравнить только с товарищем альенда это хоня будет на голову выше даже в конце своего существования гдр входил в группу стран с очень высоким показателем индекса человеческого развития занимает 21 место обгоняя все социалистические страны европы а также и грецию и португалию гдр была единственной социалистической стороной входившие группу стран с очень высоким показателем в нд на душу населения из всего вышесказанного легко сделать выводы что германская демократическая республика превосходя по развитию даже чехословакию сср являлась единственной стороной сф которая смогла обеспечить западный уровень жизни в общественной сфере царил конформистское настроение и значительная часть населения поддерживала текущий режим удовлетворяясь развитостью политической системы и щедрыми вливаниями в социалку страны безусловно был и ряд проблем в виде большой миграции значительного износа оборудования снижение инвестиций в экономику относительно низкую производительность труда и немалую задолженность но главным фактором краха идеи социализма было желание объединиться западным соседом на фоне отказа от идиотских реформ как это было проделано в организирующих пнр в нр и сср ясно что все уже по проходили остальгию и тем более гдр заработали кучу ачивок и уже поняли как что работает и поэтому это и видео им не нужно полностью с вами согласен данный гайд нужен только для совсем совсем юных и не обстрелянных новичков которые только купили асту по скидке и пытаются понять что надо делать совсем базовые вещи мы не будем рассматривать потому что для этого есть внутриигровой туториал перейдем к самой гдр у нее все замечательно весь восточный блок ей в открытую завидует очень высокие показатели поддержки низкая вистальгия и много денег а самое важное высокий доход единственный минус относительно высокая дип репутация но многих стран ситуации и хуже к ндр и румынии например гдр проблем ровно две первое это партия единства но она решается очень легко во первых убираем хоникера а во вторых не проводим автоматизацию все проблема решена вторая более серьезная это вистальгия придется привыкнуть что она будет расти на 0.6 на 0.8 единиц ход и это норма для консервативного пути а если проводить либерализацию то она может подняться и до трех единиц в неделю вкладка политики шикарная по доктринам и не какой-то южный европейский людоед а вполне цивильное социалистическое государство изначально и министры у нас превосходные и можно пойти без их замены если что оставим зиндермана и клайбера они больше сосредоточены на снижении вистальгии повышению уровня жизни и поддержки народа они на спецслужбах и агентах мандров либераха ашабовский портократ не рекомендую их ставить потому что они банально бесполезные линия партии не очень жесткой и можно без проблем поднять ее или опустить пунктов на 10 науки прокачаны две неплохие техи в первую очередь берем технологии автоматизации то есть идем по второй ветке потому что она вызывает именно где можно взять эту самую автоматизацию киберсин штука полезная и можно взять при любом экономическом строе но как технологию можно начать изучать по событию поэтому сворачиваем на первую ветку или в самом конце приступаем к 3 финальные техи первые 3 веток очень хорошие но если хотите добиться максимального эффекта то исследуйте в последние полгода игры ядерное оружие можно изучить если собираетесь уходить из патронажа ссср деньги к счастью позволяют и самое важное и красивое это экономика кдр страна обеспечена и просторная так что проблем застройкой не будет первую очередь отрубаем все штаб-квартиры спецслужб когда висальгия поднимется где-то до 40-60 и будет расти включим обратно низших ставим две штуки этого будет достаточно если хотите в научный раш то 34 предпочтительность строить военные базы они дешевле двух штабов штабы ставим только в крайних случаях либо когда военные базы уже нельзя ставить из-за ограничений заводы строить опасно так как они генерируют много висальгии но необходимо если висальгии будет слишком много то приостанавливаем работу заводов и включаем штабы все просто телецентр и завод электроники приватизируем когда нет денег но лично я обычно приостанавливаю работу телецентра и сразу начале приватизируют завод электроники при хорошем отыгрыше это единственные здания которые будут приватизированы особенная постройка гдр является знаменитая берлинская стена символ холодной войны и одновременно удачное архитектурное решение на болезнь и проблем для возможности сноса нужен ивент особо бафов не дает но лучше оставить в оригинальной игре у гдр 5 классических путей развития прогрессивный ну то есть там с либеральным свободами и обычно хотя и не всегда с автоматизацией консервативной с хоникером правоавторитарный смельки реформистский с кориенса и либеральный с гизи кроме того можно разделить игру на сотрудничество и антагонию социалистическим лагерем а также приход товарища с разными исходами вопрос объединения с фрг мы будем рассматривать отдельно у гдр 5 ачивок и каждая соответствует определенном пути в конце каждой стратегии кратко обсудим способ получения достижений сразу скажу что за любого лидера можно проводить какую хочешь политику за консервативная политика быть либералом а за либерального каким-нибудь фашистом и не надо говорить что это одно и то же но для большего удобства будем следовать примерной политики какой следовал бы этот персонаж игру ну и будем конечно прагматиком куда без этого поиграем сначала в типичную игру с сохранением социализма и спасения соцлагеря а уже потом перейдем к экзотики отпускаем игру с паузы и в первую очередь сбиваем дип репутацию до 85 чтобы помочь кп я заключаем торговые договоры сирией кнр ливии индии и продаем оружие в кнр в первом национальном имите особых отличий между вариантами нет но лично я предпочитают треть к мою помогаем по кнопочкам и ивентам ливии албании коммунизма вьетнаме и береми за это время строим несколько военных баз произносим речи о борьбе с внешней угрозой что же делать с китаем скорее всего вы и сами знаете первые и третьи варианты позволяют получить стабильность 2 возможность торговать с тайванем в обычной игре лучше всего выбрать первый вариант в других ситуациях другие варианты логично во время выборов японии лучше всего подкинуть агентов и деньком партии и тогда они образуют мощную коалицию социалистами и поспособствует поделенению если мне помочь получив до этого от них агентов то вас не любит партия а если помочь то вас возненавидит советский союз а еще три стабы накинут так что предложение скорее выгодное чем нет советский ивент не имеет никакого значения ведь в любом случае у вас заберут одну единицу стабильности в иране умер при великий и реакционный айатола второй вариант даст торговлю и поэтому наиболее любим игроками но за хоникера он редко бывает доступен и поэтому выбираем первый таким образом хотя бы отношения восстановим если вы думаете меня и правителя то сделайте это до иранского ивента настоящая альтернативная история начинается в начале славного августа 1989 года хоникер давно испытывает проблем со здоровьем и хотя это не афиширует все все знают два неплохих партийных функционеров думают о том как бы занять место вождя и учителя и привести страну к процветанию впрочем решать не они а мы на выбор три кандидата эгон кренц секретарь цк и член полибюро до этого работал немецком аналоге комсомола реформист эрих мильке министр госбезопасности гдр автократ непримиримый борец национал с социализмом с позорского возраста и один самых честных и законопослушных граждан суд фрг не смог найти доказательств вины мильке перед немецким народом и потому осудил его за преступление 60-летней давности когда эрик совершил убийство двух полицейских в порядке самообороны во время антикоммунистических репрессий самый гуманный суд мире говорили о ней третий вариант всем известный руководитель гдр хоникер характер общительный добросердечный любит спорт и автоматизацию если выберем кренца или мильке то они станутся лидерами страны до конца игры если выберем хоникера то потом у нас будет еще раз возможность его поменять на мильке кренца низи и зигмунда иена кратко пробежимся по всем трем дядька кренс сразу увеличивает рост вистальгии но не очень сильно и можно нивелировать постройкой до ровно двух штабов эрик мильке очень сильно понижает вистальгию и дает совсем немного агентов с ним игра покажется сказкой при избрании хоникера ничего не меняется но будем считать что выбрали хоникера потому что того требует структура гайда в автоматизации у нас четыре варианта исхода первый меняет нашу экономическую доктрину на автоматизацию и начинает изучать киберсин крайне полезная штука второе статус-кво третий дает денежек и извлекает экономику вправо полезно если хотите быть реформистом а четвертый вариант мильке и иногда хоникера отдает агентов и незначительно гасит весну чаще всего бесполезный вариант ввиду краткосрочного эффекта конец 1989 года за гдр время относительного спокойствия ресурсов страны хватит на масштабное строительство заводов а также на помощь ссср афганистану выборы в греции и войду в кашмию можно еще немного вложиться в польшу хотя не факт что нас помнят об этом в событии спускайте собак на выбор целых пять кандидатов последний прикол со стороны разработчиков и для нас пока недоступен если вы хотите избирать мильке или кренса то стоит сделать это раньше фактически этот имя нужно только для гизи или для сохранения хоникера на пусту надо быть готовым что при его избрании народ становится недовольным поддержка народа падает а вистальгия растет в операции валькерии лучше всего продолжить старую линию первый вариант не так уж хорош а второй обычно недоступен во время парада в честь 40-летия гдр стоит вести военное положение если провести парад хоть с приглашением горбачева хоть без него народ обидится и захочет западного образа жизни иногда подстегиваемый кгб устраиваем индо-пакистанскую войну и либо помогаем и не на переговорах либо их саботируем помощь индии дает агентов но мало стабильности у саботажа почти все наоборот забирает агентов и дает много стабильности первый вариант прекращает войну будто бы ее и не было если не организовать войну то инка проиграет и не будет возможно получить будущем убежище в индии дальнейшая торговля будет зависеть от депрепутации который скорее всего будет слишком низкой для нас ну и посол помогаем если позволяют агенты и деньги противном случае мы лишь дискредитируем социалистов если ссср недоволен то выскакивает события битва спецслужб очень опасный ивент который больно бьет по основным показателям надо либо тихо поймать шпионов либо очень громко но очень громкий вариант забирает три стабильности а тихий одну поэтому используем его только в крайних случаях звонки карбачева не изменяем идеи социализма а в перестройке платим дань или игнорируем требования реформ так как у гдр очень много денежных ивентов связанных с техами и привязками к дате в 1990 году то можно не оттягивать совершеннолетие кредитами и начинает готовиться к прекращению советской помощи январе 90 года на религии либо помогаем либо устраиваем международный переполох разумеется если есть три или пять агентов в зависимости от цели иначе постигнет неудачи в убить гитлера предоставляем разработчикам максимальную свободу но учтите что это сильно повышает рост вистальгии вымете проштирлица строим кафе и прокладываем маршрут а музыкантам помогает финансово или отказываем потому что это тоже дает очень много весы в событии долой реформы нам предлагают создать как бы это выразиться второй сейф внутри сейф некрасиво и непонятно знаю но такого действительность румыны часть всего игнорит запрос на чертежи ядерного оружия так что выбираем первый вариант сугубо политический после этого приглашаем монголию в тайный союз помощь болгарским и чехословацким лидерам оказываем зависимости от того что сейчас важнее вистальгия стабильность или партия единства помощь венгрии никарагуа афганистану и йемену архи желательно в ираке и румынии разницы особо нет кого поддерживать размер помощи странам а в д афгану зависит от их политического строя хотя особо не влияет на стабильность у славяря поэтому лучше помочь афганистану до румынского гамбита в югославии помогаем влашевичу а в западной германии раф на создание на оселоп потребуется где-то 30 золотых на сохранение членства в сэф где-то 913 если создаете на у сэф то приглашайте все доступные для этого сраны если сэф расформируют то просто создать новую альтернативу сканера часто она отклоняет приглашение но при этом ее можно будет пригласить по кнопочкам после этого мирно строим домики-заводики и включаем штабы поддерживаем доктемину брежнева в беженцах сосок выбираем вариант который больше всего соответствует вашей политики не признаем независимость прибалтики курс на третье страны желательно не менять так избивается автоматизация на госкап да и саба падает в ираке приводим коммунистов или поддерживаем хусейна последний дает больше стабильности но его нельзя пригласить на осел если хотим стабильности остаемся воды если хотим больше влияния то образуем акб и проводим разрядки и компанией генерал за мир если создать и на осев и лкб то в сср возникнет гкчп чтобы ему помочь отправьте советников изучать чучки в кндр и накопите хотя бы 25 агентов желательно иметь высокую линию партий целом вторая половина игры проходит достаточно спокойно при данном курсе в римском пакте проталкиваем западной идеи в сэф достижение законника называется виды окс ног изель что означает не бык не осел в игре присутствует событие с соименном название достижение достаточно простое можно получить следуя ранее сказанным инструкциям даже не меняя доктрины для облегчения задачи можно отказаться проведения автоматизации и не ставить клайбера в министры ну и еще можно создать на осев но остаться в овд главное больше военных баз и штабов а сейчас быстренько пробежимся по пути авторитаризма с мильки хотя это может делать и с гейзи и с хоникером и с кренцем но эрих самый ламповый и имбовый видно что создатели мира сего постарались над эрихом хоть сделали его иногда невменяемым неадекватом проведя чем репрессии без поводу затронем только основные моменты и редкие варианты потому что тыкать на стрелочке слева несложно про достижение с участием мильки тоже кратко будет рассказано в конце начало обычное со всем торгуем и дружим с суслагерем 4 военных баз будет более чем достаточно для всей игры но если хотите по сотку агентов то ставьте больше восточный блок спасается наилучайшим образом может даже ничего не трогать в доктринах а если трогать в сторону уменьшения прав и свобод то будет не хуже в отличие от кадристов это кстати говоря другое название реформаторов автократы не забивает на внешнюю политику и большинство вариантов включая например переход иракской компартии ко власти нам открыты в событии автоматизация нам будет доступен третий вариант дать шанс кооперативам и артелям в обмен на агенты из вих экономических свобод на право нам дадут немного денег четвертый вариант снимете много денег и в стальгии доступен для консерваторов и в целом бесполезный где-то я уже говорил ни запада ни востока уже гораздо интереснее третий вариант приводит государственный капитализм а четвертый уже рыночную экономику оба дают деньги и снимают много депрепутации но самое главное они забирают агентов по 10 и 25 штук легче контролировать на исхлении когда она не общается внешним миром не забывайте про это переход таким образом к рынку не очень дорогой хотя вы сами 25 агентов не очень сложно замельки но я бы рекомендовал пойти по пути госкапитализма или автоматизации а рынок можно и ручным методом внедрить в долой реформу можно без проблем заполучить чертежи ядерного оружия от румынии стоит всего 7 агентов и 5 золотых другим лидерам обычно отказывают в операции валькирия часто можно увидеть открытым второй вариант объявить всех участников заговора предателями за других лидеров например хоникера этот вариант практически всегда заблочен даст поддержку народа и снижение висаргии но расстроит антифашистскую компартию и советский союз в целом вариант продуктивный стоит взять от признания не коммунистов антинацистов героями вызовет рост висаргии поэтому не советую новом курсе самый прикольный шторсеризм молодое учение превосходстве германской расы вкусившиеся солистические идеи этот вариант считается фишкой мельки хотя встречается и у кизи и у кренца нередко еще один случай в клинике возвращение старого орла где господину ремеру можно дать возможность читать лекции и даже стать министром в единой и неделимой как и консерватором дают повод преследовать оппозицию но на мой взгляд это не очень полезный вариант понедельских демонстрациях мельки доступен вариант закрытием церквей гдр удар как говорится увеличивает поддержку народа и снижает висаргию примерно то же самое что и верхние варианты гроссенхайн можно начать кампанию против западной музыки она неплохо но снижает висаргию с которой у нас проблем нет поляков можно раскритивать за их реформы и достаточно странно что за консерваторов такой обычно нельзя сделать последний год игры если вы поддерживали соцлагерь проходит без напрягов в волей-неволей все просто выбираем мельки закручиваем гайки в политических свободах и откручиваем до рынков экономических можно также использовать магию нет нет дружбы а гимитов и по ним достичь рыночной экономики линия партии должна соответствовать этатизму эрих мельки очень легкий господин товарищ и подходит как никто другой для первого знакомства с игрой теперь подойдем к рассмотру реформистского пути я хотел обвинить его с либеральным и прогрессивным но по какой-то иррациональной а может и по рациональной но непонятной причине сделал так как сделал да и ачивки так легче привязать к курсу кренц персона не более свободная нежели хоникер и потом может позволить себе визит вран без дополнительных условий в виде суверенитета когда настаёт время для автоматизации кренц может спокойной душой делать поблажки артелем но опускаться до слежки за населением не будет в следующем экономическом ивенте кренц все также сторонний золотой середины и согласен как на автоматизацию так и на птичью клетку а вот рыночная экономика ему не по вкусу благодаря умеренной дипрептации гдр может начать торговлю с египтом и заключить договор о дружбе с францией если пропустили ивент с ираном то есть не может хорошо быть умеренным для партнеров чтобы не проводить реформы по стрелочкам и не тратить на эту кучу денег можно обойтись созданием комитета по властности и дебюрократизации в понедельческих демонстрациях тоже можно тыкнуть на какой-нибудь вариант с реформами реформ по событиям сэкономить деньги и стальгию и время гдр станет реформистка как и было задумано а вкладка политики станет и вовсе ненужной туда уже не надо будет заходить последующих требованиях ссср смело отказывайте ведь вы уже сделали больше чем большинство стран сэв и а в д со стеной можно делать что угодно но если хотите сохранить ее эффекты то пообещайте открыть в ближайшем будущем а дальше продолжаем обычную игру строим заводики следим за не очень высокой вистальгией и поддерживаем стабильность из лагеря чтобы не произошло кое-чего нехорошего перейдем к вопросу обвинения германии всего возможно два исхода воссоединения конфедерация и федерация в первом случае достаточно дойти до стал демократии и либерализма после чего в концовке напишут что весе и оси не настолько идентичны и поэтому германия стала лишь формально единой можно перекрасить фрг в зеленый цвет но мы не будем рассматривать этот момент в данном гайде может в другой раз другое дело полное и фактическое обвинение германии которое происходит при выполнении достижения возрожденной из руин или как сказано в стиме of a stand aus ruinen нужно быть гадаристом и иметь где-то 35 единиц астальгии ставим реформистские доктрины поддерживаем демократических социалистов в восточной европе арав западной очень много астальгии дает компания генерал за мир пытаемся повысить астальгию как можно больше например не помогаем тетчер создаем международный переполох и приглашаем в китай в таможенный союз в единые недели мы лучше всего будет заняться потеплением отношений дадут и денег и астальгии противном случае лучше сбить самолет и объявить это западной провокацией преследование оппозиции не лучший вариант конец тетчеризма вообще бесполезный ивент помощь тетчер снизить вероятность объединения отсутствие помощи не изменит ситуацию лучше всего пройти мимо участие в авд серьезно увеличивают требования к астальгии поэтому лучше всего покинуть его состав а чтобы не возникло гкчп и сила не вернула нас обратно остаемся старым сэв вот такой компромисс можно объединять за любого проявителя но кренц и кизи будут в приоритете подобно реформаторам у либералов то же начало социалистическая та же середина кадаризм академ соц и лишь в конце уже происходит переход к социал-демократии и либерализму за либерал можно точно также как и за кадариста или вообще социалисты поддерживают соцлагеря так что грань между ними становится еще условнее до выборов нового генерального секретаря сепк проводим самую обычную политику оставляем хоникера но это временное решение всем понятно причем реально временное они на постоянную снова как часто бывает описывать буду от лица грегора потому что так удобнее но повторюсь можно выбрать кого угодно даже хоникера но это уже будет буржуазным фетишем после выбора гизи можно проводить ручками реформы в партиях и личных свободах а можно принять реформы в рамках марксизма в понедельческих демонстрациях избавиться от издержек вистальгии и потери денег экономику нет смысла реформировать в будущем будет целых два ивента про автоматизацию еще больше ивентов где можно будет сдвинуть экономику вправо в коррупции как часть пропаганды лучше всего создать настоящий комитет или попросить сторонников бывшей власти уйти вариант прощения бывших функционеров сепк редко бывает доступен к сожалению в дальнейшем продолжаем ту же самую игру с сохранением соцлагеря и мелкими реформами за исключением экономики что можно было почти полноценно влиять на соцлагерь можно будет даже спасти советский союз от сепаратистов будучи лютым социал-демократом произносим речь о защите внешних врагов когда все плохо и речь о мире когда все хорошо based в общем золото партии ни в коем случае не вводим через сср вводим либо через агентуру либо оставляем в стране партия конечно обидится если не захотим вводить деньги в офшоры но это потому что она не сидит на нашем месте договор о борьбе с реформами заключаем всегда он поможет пережить эти трудные времена начать евроинтеграцию можно на нескольких этапах при совершеннолетии однако это вариант чаще всего заблочен при расформировании сева при сокращении при заключении римского пакта и при евроинтеграции стран восточной европы любой из этих этапов можно пропустить чтобы более плавно войти в европейскую семью но чтобы из нее нас не вышиванули надо оставаться не коммунистом никакой плановой экономики автоматизации а также депрепутации реформисты или ниже стену ни в коем случае нельзя сносить по имиту если захотите то ликвидируйте а то визу как здание а вы видите лучше всего пообещать открытия стену в ближайшем будущем ставим вторым секретарем цк клайбера крайне полезный парень продолжаем строить военные базы в партиях и свободах реформы доводим до конца если хотим ес то в экономике ставим минимум газ криптализм в новом курсе переходим к еврокоммунизму другие варианты даже не рассматриваем югославии милошевича помогаем и даже живем свой экономический союз если он есть полякам в идеале стоит помочь но если нет денег то просто идем изучать их опыт экономических реформ это тоже дает стабильность но потом польша не поддерживает социалистические интеграционные процессы но и вполне логично что если хотите спасти соцлагерь то нужно следовать доктрине брежнева если румыния не успела предложить вступить в священный союз то будет вариант с малой доктрины брежнева это примерно тот же самый румынский вариант дающий стабильность и агентов с беженцами делайте что угодно в зависимости от того что вам нужнее в данный мейн сколько какой рассвет уже говорю уж вторая половина игры ничем не выделяется все мирно и спокойно тоже рассказывать особо не о чем доживаем до концовки и смотрим слайды что же нужно сделать для наиболее безболезненного украшения соцлагеря и вхождение в будущее с на самом деле все очень просто развалиться с лагерь но не прямо чтобы доставания скорее саму идею превосходства социализма можно всего лишь за полгода даже имея 90 95 стабильности а сальги возможно все что предусмотрено скриптами когда советы начнут вывод войск почти все игроки или соглашаются с выводом неважно оттягивают не оттягивают этот процесс или образует окб другой вариант попросить советский союз ускорить вывод войск этот вариант редко бывает доступен при обычной партии но доступен за демократы или либерала вскоре за выводом войск следует ликвидацию воды и странным начинает буянить но первым по настоящему возьмем в крышку гроба станет победа ельцина авторим неудачное выступление как чп вот так легко можно снять за одну неделю свыше 40 единиц стабильности а дальше суслагер и без вашего участия покатится алкнис о котором мы вскоре поговорим нас не беспокоит хотя раньше он вроде мог приходить девяносто первом году а может и сейчас может если постараться но скорее всего эсер развалится и он останется на своем месте можно попроситься к сша и западной европе под юбку и мирно пережить лихие 90 а можно и показать себя самостоятельной страной неожиданно мы переходим гиппатай диппатай дихат им рейхт ух произнес сегодня слов на немецком больше чем за всю жизнь надеюсь эти последние так вот в партии в партии что всегда права ситуация совершенно обратная для более точного понимания что нужно делать стоит посмотреть отдельный видеогайд в общих чертах последовательность действий у нас вот такая поддержка суслагеря восемьдесят девятом и девяносто годах повышение национализма а это значит валькирийцы герои шторсеризм это круто и так далее и закручение гаев партийной доктрине самый важный момент самый важный и ответственный момент это выбор гизи только гизи только хардкор какое-то время отыгрываем реформатора но стены не трогаем а самолет и вовсе сбиваем остаемся в старом севе потому что новый сбросил национализм а от ткб так не поступает но ради него придется идти на соглашение с западом о необходимости разрядок и в целом она стоит того а вишенка на торте станет то что мы сделаем ремера министр внутренних дел но международное сообщество вместо того чтобы забить как это было плюс минус с вальхаймом очень негативно это среагирует и поднимут угрозу нато до сотки поэтому тут надо быть осторожнее с ачивкой закончили и переходим к товарищу алкнису с ним тоже есть связанная ачивка но делаем вид что ее нет алкнис как много скрыт об этом имени или фамилии неважно алкнис крушитель и созидатель социалист и автократ освободитель и ну походу мы все-таки дошли до красной черты дорогой товарищ а известен тем что он устраивает ноябрьский переворот годыщину октябрьского переворота и неожиданно скобочках нет убийцы горбачева в ноябре или декабре 1989 или 1990 года при нескольких условиях ориентируя того чтобы все сделали правильно это стабильность на уровне 15 и 16 единиц декабрю 1990 года или даже меньше 1989 году это очень трудно провернуть так что наша цель 1990 года есть и другие условия и без привязки на стабильность но не сработают с меньшей вероятностью это все-таки гайд для новичков они профи не забывайте меньше 17 стабильности и декабрь 1990 года больше надо запомнить когда еще нельзя быть кодорицам лучше всего стать либералкой и мочить коммуняк потому что так и условия выполните и поддержка народа будет настолько высокой что можно будет выигрывать выборы иногда даже честно первые 11 месяцев игры никак не отличаются от обычных можно даже помочь копия на выборах единственное что надо запомнить это если вы пойдете по либеральным пути то придется менять доктрины самостоятельно из-за слишком высокой линии партии некоторые демократические варианты вам могут быть недоступны внедрять автоматизацию не нужно сразу идите в рынок к тому же он не дает дебаффов за приватизированные здания их можно приватизировать сколько угодно политические реформы проводите после иментов там не очень много останется до становления социал-демократии и либерализма в ноябре 1989 года будучи хотя бы кодористом помогайте правом в Индии и Греции неожиданно да есть шанс того что они вам откажут тогда попробуйте снизить депрептацию и привести дополнительные реформы коммунистов в соцлагеря бросайте эти фальшивые игрушки и рынки сбыта вам уже не нужны можно выдавать кредиты советскому союзу но тут надо быть осторожным если у вас будет слишком высокий рост вистальгии то вы можете не дожить до совершеннолетия создание нео сэв обойдется дороже в районе 31 рубля остаться старым сэв два раза дешевле но это если будем вопреки горбачевым спасать соцлагерь если проводить мир дружба жвачка то с нас потребует уже где-то 35 золотых в чем разница между новым и старым когда вы остаетесь в сэв то у вас не будет дохода и одновременно нехило растет вистальгия и с хороших сторон то что это надежный способ получить алтинса а каскад развал соцлагеря продолжительно по времени то есть вы просто будете следовать по течению не имея возможности ни на что влиять когда же вы создаете новый сэв то ссср почти мгновенно побежит расформировать овд вы можете а точнее уже не имеете права а обязаны покинуть варшавский договор и потом можете вступить на путь евроинтеграции евроинтеграция это иногда малый иногда средний доход но главное стабильный самое важное это большое падение вистальгии 2-3 единицы в неделю это очень много и хотя этот путь менее надежен но зато легче поэтому рекомендую его осталось только добить коммунистов в других странах и ждать рокового ноября-декабря 1990 года но не перестарайтесь или сср вместо спасения неожиданно повторит реальную историю когда гчп потребует начать сначала то у нас будет два основных выбора вернуться к нему или вступить в западный блок два нижних варианта это сплотиться против ссср сильным блоком и ядеркой но это уже фича преимущественно югославии и сделаем вид что ее нет а самый низкий это на вторжение ссср сочивка кстати гкчп закрутит гайки в наших доктринах на несколько пунктов и даст перманентный рост стабильности но игра от этого легче не станет дебаффы почти не снимут а сослагерь может умереть любой момент а ведь еще и до слайд-шоу дожить надо западный блок вариант беззаботный хоть и бедный станете частью западного общества и будете почивать на лаврах имеют за спиной сша и нато тут уж решайте сами что вам интересней и последний рассматриваем путь прогрессивный не такой какими его описывают мелкобуржуазной сми а наш пролетарский истинный варксус эст машина я начну с описания получения достижения секретно и им же закончу ну просто доктрины это шикарные споры нет но по механике будет играться точно также как консерваторы начала обыч хотел бы я сказать но не тут то было уже в первом месяце начинаем откручивать гайки свободах и так качаем до либеральных в этой стратегии нам очень важно мнение ссср поэтому периодически даем ему кредиты а в рычаг подчеркиваем многовековую дружбу советским народом как можно скорее выходим киберсину по технологиям и приказываем построить его по событию последующих ивентах выбираем внедрение авторизации потому что имба нужно для ачивки и все в таком духе японии не помогаем это очень важно потому что мнение сср о нас опустится до нуля горбачёв будет считать что он какой-то быдло поддерживающий разбойников нашедших укрытие в компартии хотя сам то состоит в кпсс реформ по ивентам лучше всего затягивать реформы мы и сами можем провести да и только те что нам нужны а с 1990 года заключаем союз с контр реформистскими странами и сами начинаем откатывать партийную доктрину до одной единственной партии можно конечно запретить все партии за раз но это будет слишком грубо разве о таком мечтал бы харих и шабдаван ставим клайбера министром и купим 13 золотых про запас где-то в середине 90 года вы уже должны закончить разбираться с доктринами и начать ухудшать мнение сср путем независимой внешней политики контр реформами закрытием границ и повышением суверенитета и национализма горбачёв живо отреагирует на это и наставит вам кгб в колеса успешно справляетесь с ними и спускайте собак который рано или поздно выпадет убираете зигмунд иена самый нижний вариант вас перекидывает меню где вы можете насладиться красотой alt history но если хотите дойти до концовки то загружайтесь обратно и выбирайте любого из четырех доступных кандидатов сохранением текущих доктрин подходим к заключительной части она будет очень короткая мы просто затронем пару моментов какие препятствия могут встретиться на пути понедельнических демонстрациях целых пять выборов ответа и лучше всего будет вернуться к конституции 1949 года это создать видимость ретро реформ изменение в рамках марксизма самый либеральный путь позволяет проскипать несколько изменений доктрин на право подавление митингов 110 агентов и может иметь положительные и негативные исходы в зависимости от числа агентов удар по скрывам всегда положительный но эффект тот же в новом форме при нежелании проводить реформы либо используем штази для радикального подавления инакомыслия либо затягиваем реформы оба метода очень эффективны сохранение статуса кого немного ухудшить ситуацию на больших последствий не будет при реформистском и либеральном курсе создаем реальный комитет по гласности и до бюрократизации в либерализации в ссср этот имя кстати говоря не относится к национальным следуем курсу проводимой политики но если вы сторонник реал политики то наиболее безболезненным будет запрет оппозиционных партий и сохранение закона а двух третьих мест для себук так напоминающий закон от черба границы можно не трогать с агентами и деньгами у гдр как правило проблем нет выезды в другие страны по имитам лучше делать платными если не либерал то открывать изменение границ влечет изменение дипломатической репутации и что очень важно количество агентов будьте осторожными с этим закрытые границы особых бафов не дают поэтому границы стоит закрывать только для долгосрочной перспективы медвежьи услуги стоит раскритиковать польшу а если много денег если бы точнее то 5 золотых с помощью поощрительных программ предлагать оставаться а не ехать чехословакию ну а на этом все с вами был шедоум мастер увидимся в новом 2023 году всех люблю и желаю счастья товарищи